Здравствуйте! В эфире программа «7 минут» и в гостях у меня сегодня Владимир Завьялов, старший научный сотрудник Института археологии РАН, доктор исторических наук, начальник Переславля-Рязанской археологической экспедиции. Здравствуйте, Владимир Игоревич! И вот, наверное, собственно, про экспедицию мы сегодня с вами и поговорим. Что это за экспедиция такая? Наша экспедиция работает уже 11 сезон. Возникла она в 2004 году по инициативе тогдашнего директора Рязанского музея-заповедника Людмилы Дмитриевны Максимовой. В цель экспедиции входит комплексное изучение культурного слоя Переславля-Рязанского. Так получилось, что, несмотря на свою многовековую историю, Переславль-Рязанский как бы не удостаивался должного внимания археологов. И я же всегда так шучу, что главная причина этому – то, что рядом находится такой памятник мирового уровня, как Старая Рязань. Конечно, все силы переключались на Старую Рязань. И Василий Алексеевич Городцов, который здесь начинал работы в 1924 году. И Александр Львович Мангайт, который работал в середине 50-х годов. Потом все равно уезжали на Старую Рязань. И вот, несмотря на то, что Кремль Переславля-Рязанского исследовался археологически, но таких вот целенаправленных, комплексных работ не было. И кроме того, кроме работ Александра Львовича Мангайта, не было раскопов на культурном слое с влажным грунтом, там, где хорошо сохранится органика. И вот в 2004 году мы начали работу именно на таком участке. И вот уже 11 сезон продолжаем работать. В этом году вышли в одной части раскопа на материк, то есть на тот уровень, с которого начиналась здесь жизнь. И исследовали слои от середины 17-го века до середины 12-го века, если идти сверху вниз, как мы идем. Вот я понимаю, у нас здесь много всяких непонятных вещей, да? Это вот последние находки, да, ваши? Да, но вещи, в общем-то, вполне понятные. И они как раз отражают жизнь древних рязанцев в конце 12-13 веке. Здесь и фрагмент амфоры, это ручка амфоры большого сосуда, в котором на Русь доставлялось вино и оливковое масло. Вот еще одна находка из глины. Это грузило от сетей, то есть занимались рыболовством. И еще одна, тоже связанная с рыболовством, находка. Это рыболовный крючок. Вот такой вот на очень довольно крупную рыбу. Ну да, большой крючок. Да. Бытовые вещи, вот нож. Вот вполне узнаваемый ключ, железный ключ тоже. И довольно много украшений. Как и всегда, женщины без украшений обходиться не могли. Здесь и бусы, вот такие, и поменьше, из очень красивого разноцветного стекла. И вот тоже довольно модное украшение, вот такие крупные бусы из синего или фиолетового стекла. И самое распространенное женское украшение в домонгольское время, это стеклянные браслеты. И вот такие разных цветов, и синий, вот желтый браслет, зеленый браслет, и вот бирюзовые браслеты. И вот именно такие браслеты, по мнению ведущего специалиста в деле стеклоделия Юлии Леонидовны Щаповой, именно такие браслеты такого цвета изготавливались в Старой Рязани. То есть, возможно, это как раз самый ближний импорт из Старой Рязани, из тогдашней столицы Рязанского княжества. Вот все эти вещи, ну вот, во-первых, хочется мне спросить, как часто они вообще находятся? То есть, сколько нужно, например, копать и искать, чтобы найти вот такую вот штучку? Вы знаете, тут удача у археологов может быть разной. Можно копать много и найти мало, можно копать мало и найти много. Но вот в прошлом году у нас просто было обилие стеклянных браслетов, у нас найдено было порядка 400 фрагментов. Конечно, в целом виде они не сохраняются из-за своей хрупкости, но более 400 фрагментов в прошлом году мы нашли. Сейчас, конечно, находки идут каждый день, это ни одна, ни две, это десяток, полтора находок разных и по материалу, и по категориям. Так что всякая находка, она, в общем, достается пытливому исследователю, пытливому рабочему. А вот вы уже много лет занимаетесь, да, археологией. Вот по-прежнему каждая находка, она вот в радость, интерес какой-то вызывает? Конечно, конечно. Уже как бы просто, ну, нашли и нашли. Конечно, особенно у ребят, которые впервые приходят на раскоп, для них, конечно, каждая находка – это событие, особенно если найдешь что-нибудь вот такое интересное, тогда весь раскоп уже шумит, что вот, да, вот, нашли что-то такое. А как часто находится что-то непонятное, например, да, нашли что-то, и надо еще голову поломать, подумать, что это такое? Очень-очень-очень часто, потому что у нас года три назад мы работали в слоях, вот, как я уже говорил, влажных, где хорошо сохраняется органика. И прежде всего дерево, кожа, и было очень много находок из дерева. И я могу с гордостью сказать, что коллекция деревянных находок из Переславля-Рязанского, пожалуй, самая крупная среди городов Центральной России, где дерево практически не сохраняется. У нас оно сохраняется достаточно хорошо. И поскольку мир русского человека в Средневеку, и он состоял из дерева, он был проволоком, окружен деревом, то, ну, наверное, процентов 60, может быть, даже 70 находок из дерева мы просто не можем определить. Мы не знаем, для чего это. Мы понимаем, что это какой-то предмет, для чего-то он служил, но для чего конкретно, скажу. А как они вот по-прежнему лежат и ждут своего часа, когда определяют, что это или как? Ну, это работа, видимо, может быть, и будущих поколений, потому что надо, может быть, искать какие-то аналогии, сравнивать с фотографическим материалом. И когда-нибудь кто-нибудь все-таки закричит «Эврика», да? Ну, может быть, может быть и так, да. А вот какая судьба вот этих вещей? То есть сейчас они уже, вот я смотрю, в пакетиках, под номерами, да? А вот изначально, когда вы их находите, и что с ними происходит дальше? Вот предмету присваивается номер, записывается его глубина и место находки, отмечается это обязательно на плане, потом вставляется опись, и уже после полной обработки и возможной консервации и составления отчета находки передаются в фонды Рязанского историко-архитурного музея-заповедника. То есть там можно все это увидеть? Ну, в фондах нет, но сейчас открыто... В музее имеют? В музее, да. В музее сейчас открыто, ну, сравнительно небольшая всего два зала, выставка, Переславно-Рязанской археологии открывает тайны, где основная часть экспозиции именно находки из нашего раскопа. А вот все эти находки, они как-то влияют на нашу историю? Мы больше узнаем, может быть, что-то даже как-то по-другому вдруг оказывается. Конечно, конечно, разумеется. Ну, часто не одна находка, а вот когда они идут в комплексе, когда мы изучаем это все в зависимости от слоя, в зависимости от того, где находка сделана, конечно, они открывают очень многое. Для Переславля-Рязанского это тем более важно, что очень скудные письменные источники по городу. Их сохранилось очень мало, и это с одной стороны. А с другой стороны, письменные источники не касались такой вещи, как быт горожан. Ведь летописца не очень интересовала, как люди жили, во что одевались, что они ели, чем занимались. А вот мы можем решить такие вопросы. Владимир Григорьевич, вообще работа археолога, насколько это сложная работа, и насколько сейчас мы много желающих этим заниматься. Это же на солнце, целый день, извините меня, в грязи практически. Как? Как? Мой учитель, вернее, один из моих учителей, Артем Владимирович Арцеховский, когда вводил курс археологии в Московском университете, он специально настоял, чтобы практика по археологии проводилась именно на первом курсе. Чтобы тот флёр такой романтики, археологии, который ещё мог быть у студентов, он улетучился после первого экспедиционного сезона. И в археологии оставались только люди, которые действительно пришли туда для того, чтобы жить и работать в этой науке. Но дело в том, что полевой сезон – это всего два, ну, три месяца работы. Остальное – это работа кабинетная. Это нудная работа с архивами, с отчётами, с книгами, с находками. То есть, вот, все видят в основном только вот такую романтику археологии, работу в поле. А за этим очень большая работа именно в кабинете. И именно большая-то часть открытия делается именно в кабинетах, а не в поле. Но тем не менее, наверное, на два месяца всё равно все с радостью, да, на солнышко. Конечно, конечно. Мне очень нравится, что в этом году, особенно в этом году, пошла группа ребят, школьники, правда, которые уже второй, некоторые даже третий год приходят в экспедицию. Им нравится, они интересуются этим. Действительно, работа сложная, но тем не менее, вот они приходят и работают с нами. Это вот как бы наша квартира. Какие планы самые ближайшие? Самые ближайшие планы? Нам нужно, необходимо довести до конца работы на этом раскопе, он получил название «Житный». Потом требуется обобщение полученных материалов. Всё-таки 11 сезонов – это очень много, и материала накопилось очень много. Нужно как-то его собрать, обработать. Потом, вероятно, будем продолжать работы в Кремле археологические. Ну что ж, спасибо вам огромное, Владимир Игоревич. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Владимир Завьялов, старший научный сотрудник Института археологии РАН, доктор исторических наук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова